Но бывает и так, что люди не заблуждаются, а нарочно, нарочно не принимают истины, и даже и тогда, когда она раскрыта перед ними в полной очевидности. Они не принимают ее не потому, что не могут донять ее, а потому, что они мешают им принять эту истину, их злые дела. Именно злые дела отнимают у них правильное поведение, и они постоянно оправдывают свои пороки. Эти люди также заслуживают не гнева, а сострадания, ибо их совесть просто больна. Понятно, да? То есть есть люди, которые просто не понимают, что творят. Обычно так бывает чаще всего. Это люди в страсти. Благости люди чувствуют, что тут не так. И можно сказать, и они понимают, о чем речь. Вот вы благостные люди. Потому что вы слушаете лекцию, не уходите с нее. Так бы вы давно убежали. Потому что, правда, она горький вкус имеет. Но есть люди, которые не будут слушать лекцию, даже не пойдут сюда. Потому что они не понимают, зачем это надо. А некоторые не пойдут, потому что они ненавидят такие беседы. И это от того, что злые дела затмили им рассудок. И таких людей надо жалеть, с сожалением к ним относиться. Потому что они наказаны судьбой, они больны. Веды говорят, что когда человек в озлобленном состоянии живет, это называется болезнь разума. Вот, допустим, если человек болен, у него там какая-то тяжелая болезнь, у него инфекция, и он лежит, а беспомощный. Вы будете ненавидеть его за то, что он болеет? Он может вонять в это время, от него плохо пахнет. Будете его ненавидеть? Нет. А если человек выпил, лежит и от него плохо пахнет, будете его ненавидеть? Слегка. Да. Вот это означает, что вы тоже недоразвитые. Потому что вы не понимаете, что пьянство – это болезнь разума. Это означает, что человек поражен духом. Веды объясняют, что пьянство, когда человек склонен к выпивке, то он что делает? Он пытается дешевым способом быть счастливым. То есть он берет, выпил чуть-чуть, и что получает? Сразу хорошо становится так. Почему? Потому что есть сила, которая ему делает хорошо. Эта сила называется веселящий дух. Человек выпивает, и он включает сделку с веселящим духом. Он ждет его в свою жизнь. Веселящий дух приходит и дает человеку сразу освобождение от всех проблем. Потому что все проблемы идут от совести. Почему человеку тяжело? Потому что его совесть напрягает. Выпил, совесть, забыли. И сразу хорошо. Так? Взамен на свободу. Дальше, в следующий раз, когда человеку будет плохо, он же не сможет с помощью работы над собой, с помощью работы над собой, он не сможет уже стать счастливым. Для того, чтобы стать счастливым, в следующий раз ему надо будет опять выпить. Это называется уже зависимость. Зависеть можно только от кого-то. Человек не может зависеть просто от бутылки. Это недушесленное вещество. Человек зависит от веселящего духа. И зависимость может приобрести рамки не только поклонения с помощью себя, не только поклонения семьей, а также поклонения духом может происходить целым народом. Так, например, если в традициях народа, когда свадьба, ставят бутылку посреди стола, а не икону, то это поклонение веселящему духу возведено уже в ранг народной традиции. Если люди, когда похороны хоронят человека, не с помощью святых людей хоронят, а с помощью бутылки, значит, это уже в ранг поклонения духом возведено. Если люди, чтобы какой-то любой праздник происходил, они не иконы ставят перед собой, а бутылки, значит, они полностью в своей жизни зависят от веселящих духов и считают, что без этих духов жить некультурно. Например, если во время свадьбы вы скажете, я хочу свадьбу без спиртного провести, вам скажут в ответ, ты что вообще, ты нормальный человек или нет? то это значит, что в этом месте верят в духов, а не в Бога. Понятно, да, о чем я говорю сейчас? Если, допустим, ваш близкий человек верит в духов и пьет, выпивает, он просто обманут судьбой. Ему надо сожалеть, у него больной разум, он болен разумом, и надо просто оказывать ему любовь и заботу. Это метод Довженко. У нас был один русский удивительный человек, удивительный психиатр, он как лечил пьяниц. Он собирал их вокруг себя, то есть они приезжали вот в это место, где происходило лечение, и он вообще не говорил с ними о выпивке, он говорил с ними о жизни. Он просто дружил с ними и привязывал их к себе, а он не пил. Они пили. Но спиртного там не было. Там была добрая беседа. И он с помощью доброй беседы освобождал их от спиртного. Как? Они начинали испытывать счастье просто от отношений. Человек должен учиться счастье испытывать в сердечной беседе. И тогда он освобождается от всех своих пороков. И так этот Довженко, он проводил сердечные беседы с людьми. И так он освобождался от всех, освобождал их от всех пороков. Они сами бросали пить. Человеку, чтобы бросить пить, нужно просто сердечный друг, который не пьет. А жена, которая не любит его за то, что он пьет, является его сердечным другом? Нет. А почему она его пилит? А потому что она не хочет принять свою собственную судьбу. Она сама пила в прошлой жизни в мужском теле. И поэтому получила себе сейчас вот такого мужика. И она должна принять свою судьбу и сказать спасибо Господи за учебу. Простить его и начать с ним сердечную беседу. И когда эта сердечная беседа начнется, результат какой будет? Избавление его от спиртного, которое происходить будет в следующих стадиях. Первая стадия. Ты хорошая женщина, спасибо тебе. Вторая стадия. Что-то у меня совестливо стало пить. Третья стадия. Не могу бросить, моя дорогая, прости. Четвертая стадия. Когда-нибудь брошу все равно. Пятая стадия. Я сегодня не выпивал. Пошел играть в футбол. И шестая стадия победа. Понятно, да, система? Медленно процесс происходит, постепенно. И все это в доброй беседе происходит. Прощение и добрость беседе с близким человеком. Добрая беседа – это не беседа о сквертном. Надо найти тему, которая не является низменной. Надо разговаривать с человеком о чем-то важном, возвышенном. Например, о детях, допустим. Или о жизни и так далее. Но никогда не ругать его в это время. Просто по-доброму прощать и говорить с ним. Лучше всего, когда он трезвый, а не пьяный. Когда он пьяный, просто уложить его спать. Если он буянит, надо ему дать еще вина чуть-чуть. Но уже с таблеткой снотворного внутри. Что он выпил и... Подумал о вечном. Да, ваш вопрос? Вещи из нас дома. Надо его в больницу сдать. Он больной уже. И эта болезнь приняла агрессивный характер. Надо понять, что он болен. Сдать его в больницу и пускай там лечится. Вам надо повысить уровень духовности в своей квартире. Вот представьте, человек входит в вашу квартиру и начинает пить. Теперь второй вариант. Он приходит в храм. Вот человек приходит в храм Господа. Он будет там пить, нет? Вы ошибаетесь. Если человек приходит туда, где есть Бог, Дух оттуда выходит. Он не может там жить в этой среде. Повышайте уровень духовности в своей квартире. Молитесь постоянно там. Имейте алтарь в своей квартире. Сражайтесь за свою судьбу с помощью Бога. Если у вас будет алтарь в квартире, Совесть начнет мучить этого человека. Она не даст ему просто так пить. Понимаете? Но если у вас обыденная обстановка, Мирская в доме, Тогда вы будете скатываться на его позиции. Вот сейчас обида полностью поглотила вас. Вы не можете даже просто ему простить не то, Чтобы принять его как бы как личность в свою жизнь. Это означает осквернение тем же веселящим духом. Он оскверняет женщин ненавистью, А мужчин излишним счастьем ненужным. Понимаете? Молитесь, победите свою судьбу с помощью духовной силы. И тогда вы сможете потом ему помочь. Первая стадия прощения, спокойствия в сердце. Вторая стадия влияния на близкого человека С помощью добрых слов. И третья стадия победа. Вы на какой стадии находитесь сейчас? Я привела это как пример, Поскольку у меня у самого была зависимость. Это был просто один из примеров, Поскольку я работаю с какими наркоманами И помогаю тебе. Это не вы. Не вы, это связано с кем-то другим, да? Жалко. А то бы мы сейчас решили этот вопрос. Раз и навсегда. Я не смогу с вами общаться по поводу другого человека, Потому что нужен живой пример, А не теоретически. Да? Живой, да? Поехали. 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 Ничего, нормально, мы обойдемся без него. У вас громкий голос, звонки. А раньше он пытался молиться? Да. Всегда пытался молиться? Да. То есть вы всегда на этом уровне находились? У вас была вера в сердце? Да. Вот представьте себе, Если у вас будет сильнее вера, У вас не у него, а у вас, Что будет тогда? Почему? Я знаю. У вас нет общения. Не хватает близкого общения с теми, У кого сильна вера. Вам надо искать прибежище не у своей судьбы, А у старших. Когда человек ищет прибежище у старших, Он побеждает судьбу. Искать прибежище у старших непросто, Потому что мы всегда доверяем только себе в жизни, А не другим. Доверять себе означает идти путем кармы, Не путем победы. Человек должен научиться доверять старшим. Надо искать возвышенных людей, И учиться слушать их наставления, И в молитве своей связывать с ними свое сердце. Когда вы будете действовать таким образом, То ваша сила будет возрастать день из-за дня, И сила вашего мужа тоже будет возрастать, Потому что люди связаны друг с другом судьбой в сердцах своих. В прошлой жизни вы так же пили, как и он. Я могу вам точно это сказать. И сейчас вы боретесь не с ним, А со своей прошлой кармой. Если вы сможете с помощью отношений со старшими, Возвышенными людьми, Возвыситься духовно до той степени, Что вы смиритесь со своим мужем полностью в своем сердце, И сердце полностью простит его, То это первый шаг к победе. Следующий шаг, вы сможете с ним общаться с любовью, И следующий шаг, он начнет раскаиваться. И совесть его сердца вспыхнет огнем, И начнет побеждать судьбу. Трудно молиться, потому что вы не знаете, как молиться. Потому что, когда человек молится, Он то же самое делает. Он просто верит в себя, и все. Не верить в себя очень сложно. Поверить в старшего – это целый длинный путь. В основном людям трудно молиться, Потому что они не знают, что это такое. На самом деле молитва – это отношения со святостью, а не с собой. Человек должен просить у святого, Или у священного писания, Или у святого имени. Я хочу быть таким же, как ты. Я хочу жить по твоим законам. Я хочу быть винтиком в твоих руках. Пожалуйста, заставь меня служить. Дай мне возможность служить тебе. Мне надоело жить для себя своими идеями. Я хочу жить для тебя. Пожалуйста, дай мне возможность жить для тебя. И постепенно божественная сила придет в ваше сердце и утвердится там. И вы почувствуете, что вы не просто живете, А живете для миссии Бога. Есть два вида жизни у человека. Одна жизнь – это жизнь по судьбе. И эта жизнь, по факту, неразумная. Вторая жизнь – это жизнь с миссией от Бога. Это разумная жизнь. Она дается от старших к младшему. От священного писания, от святого человека к нам приходит. У вас нет контакта со святостью очень сильно. Вы не верите в такой степени, чтобы жить вот этой вот мыслью, что мне дается сила Бога. Поэтому у вас не хватает силы победить эту судьбу. Но сейчас я вам рассказал про эту силу. Первый этап произошел. Потому что я так живу, как я вам рассказываю. И вы сами захотели этого. Вы сами встали. Потому что Бог вызвал вас. Он сказал вам, А теперь вставай и говори про свою жизнь, если ты хочешь победы. И вы встали. Спасибо вам. Там, где благость, там лучше всего на свете. У меня есть друзья с Коловы, муж с женой. Они написали эту песню для нашего фестиваля. Постоянно она там у нас звучит. Раскрывается лотос голубого заката. И так далее. Про этот фестиваль песни. Рекламная пауза. Ваш вопрос? Если не муж. В точку зрения поводок. Это легко очень сделать, если не муж. В дружеской беседе. Нужно, если он слушает. А если отец, вы не сможете объяснить. Милость к родителям переходит через смиренное и доброе поведение детей. Когда дети уважают своих родителей, несмотря на то, что они ведут себя неправильно, тогда родители меняются. А если они пытаются их наставлять, то перемена не будет тогда. Да? Вот смотрите, если вы меня воспринимаете как своего духовного наставника, то я становлюсь Богом прямо сразу. Я чувствую, блин, ну какой я возвышенный уже стал. Меня уже воспринимают как духовного наставника. Так как у меня такие вещи в сердце возникают, это значит, что я не квалифицирован быть духовным наставником. И вам надо поискать кого-то посерьезнее. Как можно найти? Дальше общаясь, слушайте мои лекции. Постепенно будете слушать кого-то более возвышенного. Придет время. Мы с вами просто друзья. Я так как более гордый, я залез повыше. А вы более смиренные, залезли пониже. Вы не верите мне, потому что я говорю правду. И так как мы должны все равно же общаться о духовном. Я так как более гордый, я залез повыше и как бы делаю очень умный вид. И говорю вот свысока. А вы смиренно слушаете меня, и Бог на вашей стороне. Мы можем дальше спорить, но этот спор ни к чему не приведет. Я же старший, вы считаете меня старшим, поэтому вы должны принять мои слова. Я знаю, что я не достоин здесь сидеть. Но я выполняю просто свой долг перед старшими. Мне сказали мои старшие, я должен это делать, я это делаю. Даю, рассказываю то, что я понимаю. Это мой долг перед вами, перед Богом. И с этой точки зрения мы с вами уже имеем такие отношения. Но я не могу принять более близкие такие отношения, потому что я не могу вас вести к Богу. У меня нет сил таких, не хватает сил. Для этого есть более возвышенные люди. Они обычно ведут отреченный образ жизни. Это монахи обычно. Но есть еще другая проблема. Я не предназначен для того, чтобы вести вас к Богу. Потому что моя цель – помочь вам встать на этот путь. Потому что может так случиться, что вы вообще выберете не мою веру. И не думайте, что в этом случае я буду несчастным. Моя цель – поставить вас на путь, в котором вы приведете ваша жизнь, завенчается успехом. Но какую веру вы себе выберете, я не знаю. И там в своей вере вы выберете себе наставника. И он вам может сказать, на эти лекции этого очкарика не ходи. И ничего страшного, будете ходить на другие лекции какие-то. Хорошо? Все, движемся дальше. Талмуд уже. Священное Писание. Дети мои, если кто-то нанесет вам обиду словом, то не придавайте этому слишком большого значения. Это с помощью молитвы достигается. Смотрите на нее, как на мелочь. Если же у вас вырвалось оскорбительное слово о другом, то не вступайте в сделку со своей совестью, говоря, «Ну, то, что я сказал, это ведь мелочь. Что это за важность такая?» Не рассуждайте так, а смотрите на то, как на дело великой важности. «Потом вам собственными мольбами или посредством друзей не удастся склонить обиженного...» В общем, идея в чем заключается? Что тут немножко перевод такой, по-моему. «Пока, а пока вам собственными мольбами или посредством друзей не удастся склонить обиженного к полному извинению и совершенному примирению». Смотрите, то есть если я оскорбляю кого-то, то сразу же немедленно совесть отворачивается от меня, и я становлюсь неудачником в жизни. И самая первая неудача заключается в том, что оскорбив кого-то, я начинаю думать, что все хорошо. У меня теряется чувство истины, понимаете? То есть я думаю, что «Да нормально, я правильно сделал». Иллюзия сразу накрывает человека, который оскорбил. Но есть один важный момент. Если я совершаю оскорбление на кого-то, даже, как мне кажется, заслуженное, то в этом случае я могу помнить, что этого делать не надо. И я начинаю раскаиваться в своем сердце, даже несмотря на то, что я не верю, что я не прав. В этот момент совесть начинает пробуждаться в сердце и дает мне истинное знание, что произошло, и последствия этого знания. И если, не дай Бог, этот человек, которого я оскорбил, идет к Богу, то тогда Бог отворачивается от меня. Это самое ужасное – оскорблять того, кто идет к Богу. Поэтому никогда не нужно даже помышлять просто в оскорбительном отношении, в настроении по отношению к людям находиться. Потому что это не поможет ни им, ни мне. Что помогает людям? Душевный разговор и прощение. Можно наказать даже человека, но не надо его оскорблять. Оскорбление означает, что мы его ненавидим в сердце, не любим. Нелюбовь к Богу к человеку означает нелюбовь к Богу. Никогда человек не должен идти этим путем нелюбви. Это уничтожает в нем самое святое. Самое опасное заблуждение заключается в том, чтобы думать, что я имею право кого-то критиковать. Любая критика является силой, разрушающей мою собственную духовную жизнь. Если человека критикуют, если, допустим, вы мне скажете, что я плохой, это будет для меня лекарство. Допустим, вы скажете, ты такой-то, 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 это для меня лекарство. И я буду молиться, чтобы для вас это было тоже благом. Но не факт, что будет так. Не факт, что сто процентов, что Бог примет ваше поведение. Но если мой наставник мне скажет, что я плохой, он сделает это по-другому, с любовью. И это будет благом для всех. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть здесь говорится о том, что очень-очень опасно. То есть Талмуд говорит, дети мои, это сам Бог говорит. Пожалуйста, не занимайтесь этим, никого не критикуйте. Не лазите по желтым страницам интернет. Не смотрите, кто, где и когда совершил грех. Надо людей воспринимать не с позиции их прошлых поступков, а с позиции их сердца, того, к чему они сейчас стремятся. Почему? Потому что в ведах говорится, что, допустим, в Бхагавадгите есть такой стих. Апичет, даже если, Господь сам говорит, в Бхагавадгите, Апичет, судурачаро, даже если этот человек дурак дураком, дурачаро, то есть, ну, по-русски почти, да? Су означает очень сильно. Дура означает дурак. Дурачаро, дурак, даже если человек очень сильный, дурак дураком. Баджатей мам ананья бак, он встает на путь служения Богу. Садур эва химан тавья, его надо все равно считать святым, такого человека. И знаете, как заканчивается эта фраза? И даже, и в этом не должно быть никаких сомнений, Бог говорит, потому что он знает, что будут сомневаться дальше все. Говорит, в этом не должно быть никаких сомнений. И дальше в следующем стихе он доказывает этого. Кшипрам бавати дар матма. Очень скоро этот человек встает на путь истины. Очень скоро он достигает вечного умиротворения в своем сердце. Смело провозглашай у Арджуна, то есть Господь в своем услуге говорит. Смело провозглашай всем. Никогда не одолеет ложь того, кто творит добро. Если человек встал на путь добра, он непобедим. Если он сам с этого пути не свернет, оскорбляя кого-то. Человек не должен пытаться обсуждать чужие веры. Он не должен пытаться обсуждать других людей. Не надо смотреть в изъяны тех, кто идет к Богу. Надо самому своим, всем своим сердцем идти к Богу и стараться видеть хорошее в людях, которые тут идут этим путем. И тогда человек достигает чистоты и радости в своем сердце. Понятно? О чем? Это очень важный высказание, очень важная вещь. Толмут – это многотомный свод правил религиозно-этических положений иудаизма. Я просто из Викпедии немножко так говорю об этом, потому что некоторые могут не знать. Дальше Марк Аврелий. Марк Аврелий – это тоже древнегреческий мыслитель. Марк Аврелий. «Соседство тебе противно. Точно так же относись и к нравственным недугам. Можешь ли разумно негодовать на человека, держимого каким-нибудь недугом? То есть можешь ли ты негодовать на больного человека? Чем он виноват? Если тебе противно нюхать его болезнь? Ничем не виноват. Точно так же относись и к нравственным недугам. Если человек болен разумом, это тоже такая же болезнь, как и болезнь тела. Но скажешь ты, у человека есть разум, с помощью которого он может осознавать свои пороки. Это верно. Следовательно, и ты обладаешь разумом и можешь разумным обхождением привести ближнего человека к осознанию своих недостатков. Так прояви же свой разум, сумей пробудить в человека совесть и исчезли его слепоту без гнева, нетерпения и надменности». Хороший высказанный. Если у тебя есть разум, что ты злишься тогда? Если ты такой разумный, что ты на него злишься неразумного? Когда собака гавкает, разумный человек не обращает на это внимания. Он же не собака. Вот так мы должны мыслить. Но это очень трудно, потому что всегда, когда человек поступает неправильно, он своим отвратительным поступком бьет по мозгам, особенно тем, кто близок к нему. И вызывает очень сильное негодование внутри. Особенно, допустим, близкий человек изменил или сделал какой-то отвратительный поступок по отношению к моей судьбе. Это вызывает сразу удар по психике. Что нужно делать? Искать прибежище у святости. Сразу молитва, сразу общение с наставником. Тут же быстрее надо приводить себя в порядок, потому что злые силы захватили уже и твои мозги. Это был удар, направленный на твою жизнь, на твою совесть, на твою судьбу. И этот удар всегда выражается в безумии. Человеку хочется дальше ругаться. Итак, это высказание Марка Аврелия. Это философ, представитель, последователь Эпиктита, о котором мы уже говорили. 121-й год до нашей эры родился. Теперь высказание Эпиктита. Мы изучаем с вами отношения с совестью. Продолжение следует...